Приветствую вас. Эксперты уже ответили на основной ваш вопрос. Мне бы хотелось немножечко только другой стороны взглянуть на ситуацию, если угодно, и сказать так. Значит, во-первых, если вы пишете, что мужчина на 10 лет старше, то есть ему около 40, то это такой возраст, в котором могут начаться проблемы с потенцией, с мужским здоровьем. Здесь, тем более, с удовольствием того, что раньше это было очень активно, да, то есть у мужчины была активная половая жизнь, то, как правило, при очень активной и со многим партнёров половой жизни, потом могут как раз-таки быть проблемы. Это уже доказано научно. Значит, первое, о чём мне хочется сказать, это то, что вот есть некоторая неясность в том, что вы пишете, что раньше он стал сразу тремя, а сейчас вам одной ему много. Вот как это у вас было, то есть вы об этом узнали из рассказов мужа, или вы переживали измену с его страстной, или что-то ещё? Не очень понятно этот момент, я думаю, его нужно как минимум прояснить, потому что, если вы переживали измену, например, ответственно были какие-то конфликты, в результате чего эти конфликты вполне могли повлиять на ваше отношение, а в частности даже на восприятие мужем самого себя, своей мужественности, своих сил и так далее. А если ещё вы слышали это с его рассказов, то у меня вопрос, а для чего мужчине рассказывать такие вещи своей жене? То есть, не было ли это, знаете, каким-то восторством, не было ли это чрезмерным преувеличением фактов, чтобы казаться вам более мужественным, более сексуальным и так далее. Это следующий момент. Дальше, вы пишите, что раньше всё было хорошо, а теперь, значит, есть проблемы. Вот с какого момента они начались? То есть, стало ли это чем-то резким, внезапным или было постепенным? Если это происходило постепенно, то с высокой долей вероятности можно говорить, что у мужчины проблемы со здоровьем. С высокой долей вероятности можно говорить, что ваше отношение и я требуется немножечко освежить, требуется принести в них изюмельку, требуется, как-то, вы знаете, сменить кардинально то, что вы делаете и чем занимаетесь. Возможно вместе пройти, например, тот же оздоровительный курс какой-нибудь. Если резко, то есть определенные обстоятельства, которые на это повлияли. Что касается любовницы, то нет, я не думаю, что здесь любовница, потому что, ну, мужчина не стал бы так откровенно, начали показывать наличие у себя эмбрийского настроения, потому что, ну, слишком очевидно все. И очевидно, что вы догадаетесь, очевидно, что вы не дурочка и вас провести достаточно сложно. То есть я не думаю, что здесь есть любовница. Что делать? Ну, во-первых, поговорить с мужем и донести до него, что вас не устраивает текущее состояние вашей интимной жизни. Это первое. Второй момент, это вот донести до него именно, что вам нужно, что вот я воспринимаю ваше желание, как что-то неестественное, ненормальное, как что-то неправильное и так далее. Второй момент, то, что если мужчина вас любит, если мужчина вас уважает, ценит, хочет для вас всего самого лучшего, то он, безусловно, делает для себя выводы и, безусловно, начнет как-то что-то делать для того, чтобы лучше вас удовлетворять. Соответственно, если нет, если он ничего не будет делать, то тогда можно говорить о том, что мужчина не преследует цели сделать вас счастливой. И если это так, если это так, если он действительно не преследует цели сделать вас счастливой, то тогда нужно понимать, а не изжил ли себя ваш брак. Так, потому что, если мужчина не стремится дать женщине то, что ей нужно, то это значит, что ему все равно, а если ему все равно, почему вам не должно быть все равно. Такой вопрос тоже нужно поднять. Ну, я отвечаю на ваш последний вопрос. Я думаю, что здесь я буду солидарен с экспертом и скажу, что это не нормально. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, если вы предложите мужчине, как бы, пройти курс лечения, обследоваться там и так далее, и он не захочет, то нужно сказать, что это нужно вам, что это для вас, что вы чувствуете неудовлетворенность. Если мужчине не любит, то он обязательно обратит на это внимание и, хотя бы ради вас, не для себя, а ради вас, сделает то, что вы ему просите. Причем, я не знаю, как я думаю, что это вот то, на что нужно упираться в первую очередь, то, на что нужно обращать внимание. Гордость, да, самомнение, да, не позволяет человек признать, что у него есть слабость, не позволяет человек себе признать, что у него есть там недостаток какой-то и так далее, это безусловно факт. Но, из-за этого не должны страдать вы, из-за этого не должны вы ущемляться в своих желаниях, а это происходит и это неправильно. Это говорит о том, что проблема не столько в интимной сфере, сколько может быть на уровне взаимоотношений между вами. Потому что, ну, объективно, дальше, если мужчина не может доставить женщине удовольствие классическим способом, то всегда есть другие способы для того, чтобы женщина получила наслаждение. Но у вас мужчина и этого не делает, и вот отсутствие желания наставить наслаждение женщине в постели продиктованное отношение мужчины к ней. И вот с этим нужно в первую очередь разбираться. То есть, есть такие вот ситуации, когда, например, мужчина не может в силу реальных причин, да, классически доставить женщине наслаждение. Она говорит, ну, хорошо, давайте, да, другим способом, как бы, удовлетворим. Мужчина говорит, нет, я не хочу этого делать, потому что я считаю это, например, унизительно. Ну, тот же оральный сек, да, и так далее. Я считаю это унизительно. И что получается? Что женщина не получает удовольствие классическим способом, потому что мужчина не может, а других способом получит она не может удовольствие, потому что мужчина не хочет. Таким образом, получается такая отстройство, что мужчина ставит свои желания и свои убеждения при высших желаниях женщины. Причем желания совершенно нормальные и естественные. Ну, вряд ли в таком случае можно говорить о любви, о взаимопонимании, о каком-то близком духовном контакте и так далее. И с этим нужно работать в первую очередь. Если мужчина на встречу вам идти не готов, то здесь ничего не остается, кроме как только постепенно-постепенно отдаляться от него и постепенно-постепенно становиться все дальше дальше, пока дело естественным образом не найдет до развода. То есть тут как бы другого варианта нет. Если мужчина на пути к этому не одумается, не опомнится и не начнет думать о вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok